Всем привет! Это Пришоу, это до сих пор турнир Beyond Epic, и сегодня мы будем с вами не только наблюдать последний день групповой стадии, но и обсуждать его активно и в аналитике, и, естественно, в Пришоу. Со мной здесь NS Immortalis, и вот именно эти два человека подробно вам доложат о том, что происходит, происходило, ну и расскажут, что будет происходить. В самом начале, естественно, очень хочется посмотреть на таблицу результатов и понять, в чем же интрига сегодняшнего дня, чего нам от него ожидать, зачем его вообще смотреть. А вот эта таблица, и сейчас мы вам расскажем, что же сегодня произойдет. Сегодня будут определены все участники плей-офф, уже в плей-офф, Nigma, Liquid и Fly to Moon. Эти команды зарезервировали за собой это право набранным количеством очков. Как мы видим, FTM и Liquid действительно лидеры в своей группе, никто их не догоняет, ведь у Virtus.pro в группе B остался всего лишь один матч против NIP. И решается, кто выходит на два нижних слота в плей-офф. Ваше мнение, господа? У All-Lines 6 ПТС-иков, все игры сыграны, 6 ПТС-иков у Virtus.pro, но есть в запасе одна игра. И у NIP, самое главное, есть эта же игра в запасе. А, если NIP, кстати говоря, выиграют 2-0, да, то получается, что они займут третье место. Нет, так перегровка должна быть Virtus.pro, All-Lines, по идее, перегровка тогда будет. Правильно? Ну, вроде по правилам так. Ну, равенство очков. Вообще All-Lines, что в личной встрече победили, но при таком... Там все будет зависеть от счета, скорее всего. Нет, мне кажется, там... Там 2-1 победа NIP, скорее всего, оставит All-Lines за бортом. ВВП получат какие-то ПТСы, All-Lines не получат ничего, и NIP получат 3. Нет, так не может быть, чел. Я не разбираюсь в правилах. Или 2-1,5. Сколько там сейчас дают? Я в правилах не разбираюсь, но мне кажется, что если NIP выиграют 2-0, то Virtus.pro, All-Lines одинаковое равенство очков, а у них как бы и по личной встрече All-Lines выиграли Virtus.pro. Там надо смотреть, сколько дают очков за победу, сколько за поражение. Новая у нас система или нет? Ой, слишком сложно, сложно. Ну, в общем, переигровки в группе B сегодня — это реальность, с которой мы можем столкнуться. Не стоит этому удивляться. Ты сейчас это сказал, кстати говоря, я подумал, что все может пойти не по плану у меня. Абсолютно, абсолютно точно. Группу A, смотрим, быстро. Там у Team Secret две игры в запасе. Одна с Bait, вторая с OG. И там также решается, кто выходит. Викинги еще, можно сказать, в некой зоне риска могут оказаться, если Сикреты играют так, что они набирают 10 очков и дают OG 10 очков набрать. Там такая история, что даже Bait, я так понимаю, могут попасть в плей-офф на четвертое место запрыгнуть. В случае победы 2-0. И в случае, если Сикреты проиграют 2-0 OG. Этого не будет. Ну, математически может ли такое быть? Понимаю. Но все понятно, короче. Давай я тебе расскажу, как все будет. Давай, рассказывай. Flight to Moon — первое место в группе B. Liquid — второе. Virtus.pro — третье. Alliance — четвертое. Все. Там Nigma — первое место. Сикреты — второе. Viking — третье. OG — четвертое. Все. И вот так вот. И вот так ты делаешь скрин, и уже... Ну, я просто из будущего. Ну, спасибо за спойлер в этом случае, Ярослав. Не за что. Что ж, ну мы посмотрим теперь, прав ты или нет по итогам этого дня. А сейчас, сделав ревью на то, что мы будем смотреть, я скажу вам. Косплей без переплат. Давайте посмотрим на работы, которые нам прислали, и определим очередного финалиста, того человека, кто у нас отправится в финал, чтобы продолжить борьбу за iPhone 11 Pro. Смотрим варианты, которые нам были присланы сюда. Как я понимаю, мы сегодня выбираем только лишь одного участника. Рикки Мару. Идея неплохая, на самом деле. В этом есть определенная идея. Да, это прикольно. Это как бы... Креатив. Креативненько. Ну, адекват бы оценил. И никнейм. Дима где? Понимаешь? Это и вопрос, и ответ. То есть ты думаешь, человек даже никнейм сменил себя? Возможно, это его фамилия. А может, это просто адекват с фейка? Если он дружит с Александром что и с Виктором когда, то они отличная троица. В школе могли сказать что, где, когда к доске. Боже, эти шутки из КВЛ, они в слово вернулись, как я скачал. Ладно, ладно. Останавливаем стоп-кран шуток. Идем дальше. Работа Дима отличная. Crystal Maiden. Ультую в это жаркое лето. Ну, кстати, очень классно. Тут декорации не такие. Да, нет, хорошая, хорошая. Смотри, это декорации ульта, они заморочились делать снежинки. Посмотри на этот шедевральный посох. Ну да. Стапкал. Вот. Главное убедиться, что тапок не заминирован. Только потом его можно надевать на какой-то шест. Ну, в общем, хорошо, хорошо. Принято. Спасибо. А-а-а, боже. Это очень хорошо. Это сильно. Это пог. Да, Медуза шедевральная. Вот, наконец-то, пригодился гриф от штанги. Да? Да. Неожиданно. В таком контексте использован. Но и, самое главное, отыгрыш какой лицом. Да, не-не. Ощущение своего персонажа. Это сильный косплей. Ты посмотри на это вообще. Я не понимаю, из чего это все сделано, но не суть важная. Мне кажется, это трубочки из головы торчат. Ну, из головы, возможно... А, да-да-да-да, похоже. Похоже на трубочки. Какая-то броня из каких-то кусков дерева. Ну, непонятно, но круто. Это очень круто, да. Пока этот вариант мне нравится больше всего. Идем дальше. Смотрим, есть ли есть еще работы. Так, это у нас на Карлахе. Это Ликантроп. Это Росомахо, он, да, кастлает? А, это Ликантроп. Ну да, здесь нужно еще приглядеться, клыки есть, собственно. Ну, если говорить по-честному... Ну, скромнее. Действительно, без переплат здесь. Здесь вообще... Кстати говоря, это еще, я так понимаю, вот эти вот... Ну, у него когти и клыки. Это вот эти съедобные палочки такие, как они там называются. Написано, что из Тушинской больницы Прохор выздоравливает, если что, вдруг. Надеемся, что все хорошо. Если он реально в больнице подручными средствами что-то придумал. Так вот, это соломка, он даже написан. Я вспомню, как это называется. Там их дали на завтрак соломку. Ты думаешь, там дают даже соломку? Ну, слушай, почему нет? Ну, ты мог попросить, что тебя купили. Ну, ты мог попросить. Ты мог купить, там есть магазины. Я был как-то раз в больнице, один раз, один день. Там есть магазин. Ну, как палатка. Жаль, не с шаурмой. Давайте посмотрим, что у нас еще здесь есть. Это Луна. Если сразу вы не догадались, да? Просто здесь еще очень много внимания к пантере Луны. Да, да, да. Пантер Луны зовут Саган. Ну, вот. Как Карл Саган. Перед тобой. Самое крутое, что здесь есть, это Глейв из вентилятора. Да, Глейв из вентилятора. Я тоже сразу обратил внимание. Это действительно пога. Но также стоит обратить внимание, что есть неплохая защита. Вот такие налокотники из сковородки. Судя по всему. Шлем из кастрюли. И, возможно, защита плеча при помощи кокотницы или чего-то подобного. В общем, классненько тоже, да, согласен. Как выбрать-то? Как вы тут выбираете? Слишком много хороших работ. Хорошие, да. Вы знаете, часто говорят, что в процессе турнира команды набирают, да, какой-то. Да, да, да. Показывают лютый перформанс. А вот здесь я наблюдаю это в конкурсе. Слушай, ну я все, я уже не знаю. Слишком хорошие. А можно пять выбрать? Уже четыре классных работы было, и просто невозможно. Возможно, стоит отправить голосование в контакт. Будет как-то. Потому что я даже никогда... Я боюсь на себя брать ответственность. К сожалению, по правилам конкурса мы обязаны взять это все на себя. Обязаны? Как мне сейчас подсказывают. Да, это тебе подсказывают. Я надеюсь, что это последняя работа, да, потому что мы никого... Да что вы делаете? Сколько можно? Тинкер, боже, он тоже крутой. Посмотри, даже картинку он всклеил, чтобы мы понимали, что он конкретно косплеил. И посмотри на эти рулоны туалетной бумаги. Какая находка. А что у него на голове такое? Ведро. А это ведро? А я думал, это бачок от кулера. Ручка от швабры, да? К ним привязаны рулоны, полотенец этих бумажных. Да, да, да. Плюс ведро. Нет, это максимально крутой коспле. Это супер работа. Тут еще и цветовая гамма. Я замечаю, что Беата Москалец, я надеюсь, что я правильно расставил ударение, если что, извиняюсь, не первую работу в рамках вот именно сегодняшнего подведения итогов отправляет. То есть Тинкер и Кристал Мэйден вместе с ультой. Это две ее работы. Да, серьезно? Которые сегодня соревнуются. А почему один человек два раза соревнуется сам с собой? Не ограничено количество тех перформансов, которые ты отправляешь. Ну, в таком случае победили практически ясен, мне кажется. Так, есть ли у нас еще что-то? Если есть, покажите. Это тренд? А где там? Я ни хрена не понимаю. Я подал это поближе. Я ничего не понимаю. Что это? Он залез в дупло? Что? Что это вообще? Когда БЗЗ не смогут... Если есть одна страта, будем играть одной стратой. Тренд третья позиция. Может, хоть тут тренд победит. Как это он сделал? Там есть кто-то внутри, правильно? Да, ну вот рука тут видала. Он держит же планшет. Он корой себя... Он обмотал себя корой. Обмазал. Как выбирать из этого? Нет, я не понимаю. Когда я думаю, все круче и круче. Как это так? Так, работу от Димы мы увидели. Я надеюсь, что ни одно дерево не пострадало. Но работа от Димы хотелось бы, на самом деле, увидеть в 4К. Потому что я не понимаю. Там все пиксельное какое-то, очень слабая фотка. А как выбирать-то? У меня вообще ноль идей. Кто здесь лучше? Надо еще раз крутить. Каждая работа очень-очень крута. Быстро еще раз пройдемся. Да, конечно. И после этого каждый говорит свое мнение. Давайте посмотрим. Работы быстро. Рикимару. Ну, Рикимару дальше. Тоже неплохо, но там дальше будет круче просто. Да, хорошо. Дальше. Классно. Медуза мы помним. Великолепная медуза. Она в сердечке. Ликантроп. Да, хорошо. Луна потрясающая просто. Потрясающая Луна. Это серьезно. Какой, какой, какой феномальсер? Феномальсеров в голос. Я, правда, не понимаю, как, что это вообще? Там головы вот эти типа у него. Много голов. И тинкер. И тинкер. И тренд. Еще и тренд. Еще и тренд. Ну, у меня тут лично мое мнение, что просто получается, что вот у этой Беаты два. Две крутых работы. Ну, это, правда, обуз какой-то, да, получается? Потому что при выборе из тренда... Ой, из... Количеством забирать тоже нельзя. Из тренда, там, ну, скажем... Хотя бы в разные дни. Хотя тинкер сел слишком... Ну, очень крутой тинкер. С деревом, вот, я не совсем понял. Я подошел даже к нашему Монику. Я пытался... Я ни хрена не понял, что там такое. Там куча... Ну, то есть, что это? Это кора? Или он в дупло залез? Или что? Мне показалось, что это кора, что он обмотал себя корой. Ну, по идее, корой обмотал себя. Ну, круто сделал, да. А двоих мы точно не можем пустить. Каждый раз пускают двоих. Каждый раз пускают двоих. Но у нас лоты закончились. Помните, в первое время, в начале турнира, не присылали работы. Не присылали, да. И у нас почти что фришно люди проходили. Там один, человек в один день прислал один. Ну, и прошел. Типа, средненькую работку. Но понимаешь, этому конкурсу тоже нужен разгон некоторый, чтобы люди поняли, вот, что заходит, что сделать, как покреативить. Тоже придумывать этот костюм надо, да? И поэтому вот сейчас борьба... А может, мы кикнем того, кто первый один прислал? Он бы сейчас никакой конкуренции не выдержал. Не, не, не. Ну, он в финале уже. А какой смысл? Мы в финале там не выиграли. А там в финале как голосование будет? Вот вы знаете, пусть турнирная система КВН несовершенна, да? Да. Но в ней была такая приятная возможность добрать еще кого-то. И я так предполагаю, что мы сегодня можем с вами выделить одного человека и сказать, присмотритесь вот к этим двум работам еще. Двум-там. Если присмотритесь. Просто я хочу делегировать эту обязанность, как будто из других вещей пришел. Ну, нет, на самом деле, я бы сейчас выбрал одного единственного кандидата, а потом... Потом бунт будет. Что потом-то? Я не понимаю. А потом, если, 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 работа, которая будет прислана позднее, будет слабее, нежели работы, которые были присланы вот на сегодняшний, я пришел, чтобы мог победить и Медуза, и там Виномансер, так я тебе говорю, давай кикнем чела, который в первый день одну работу прислал и победил. Кикнем и возьмем кого-нибудь еще. Угу. Ну, это же некрасиво. Ладно. В общем, смотрите, мы сейчас общаемся. Окей, ладно, давай так, давай так. Тут просто невероятно сложно. Давай я подчеркну некую оригинальность в работе Транта, потому что все искали у себя в квартире, на даче, что... Он вышел на улицу. А человек вышел на улицу, сделал это безопасно, как я надеюсь. И вышел, да. И нашел кору, которую использовал, чтобы отыграть Транта. Я же говорю, главное, чтобы не пострадало никакое дерево настоящее. Ну, да, да. Вполне верно, что пострадало. Я, конечно, не эксперт в этом, в самом деле, но я знаю, откуда берется кора, чел. Кора срывается с дерева. Это его кожа. А вдруг там была некая производство дерева, где обрабатывается коры. Может, это дерево в его дворе. Ладно, давайте так, мы будем голосовать. Мы будем голосовать. Я голосую за Тинкера. Ваши шеи. Я за Транта. За Транта. И вы оба на меня смотрите, типа... Ну, типа ты выбираешь, получается, потому что ты посадить сказал... Выбирай третьего, чтобы мы всех троих там как-нибудь... Да, если честно... Виномансер. Я вообще разрываюсь между Луной и Виномансером. Ну, просто я люблю работы, с которых я сразу в голос... С Виномансера я поржал. Вот как это люди делают? Кучу шмоток надевают на себя с разных сторон. И получается ведь похоже, самое главное. И без переплаты, действительно. Но я так предполагаю, что все-таки мы должны выбрать одного человека. Мне сообщили, что у нас... Знаете, за кого чат? Вы, кстати, представители чата. За Транта и за Тинкера в основном. Ну да. Но я... Ну... Это неудивительно. Я тоже не знал, кого выбрать. Но я просто оконики-беньки. Вареники. Просто я честно скажу. Фотка Транта, вот... Если бы она была бы очень хорошей... ВК еще, походу, пережимает их. Она настолько вот... Все пиксельные. Я реально подошел, посмотрел. Я не понял толком ничего. Там видно кусочек руки, типа... Планшетка, каратор чьи-то. Что там сделано, неясно. У Тинкера просто все видно хорошо. Но давайте поступим следующим образом. Вот есть у нас один фактор, по которому Тинкер может победить, потому что была приставная еще работа. Это косвенный фактор. Но все-таки... С учетом того, что были две очень качественные работы, я предлагаю брать Тинкера в финал. Но... Просто молю на коленях организаторов турниров, чтобы Транту... Если существует такая возможность, пожалуйста, тоже дали шанс. Ну да. А я вообще не знаю, там организаторы турниров... Они во втором туре будут делать еще костюмы или нет? Или из этих же будем выбирать? Ну, из этих же будем выбирать. Ведь можно... Лучше бы нового и делали. Это просто финалка. Можно... Точнее, в чем проблема? Хоть сто человек добавить туда, но, образно говоря, все равно будут выбирать из них люди. Ну, нет же разницы. Я думаю, люди ответственные нам в течение дня сообщат, потому что душа болит действительно за качественные работы. Ну, просто так получается, что очень трудно выбрать, а день на день не приходится. Вот в чем проблема. Бывают пять хороших, а бывает... Бывает, ну так, да, бывает какой-нибудь смотришь, ну... Ну, нормально. А потом смотришь, и у тебя в один день просто пять вообще работ суперкрутых. Я сегодня как будто финал смотрел, вот если честно. Ну, да, это было очень круто. Тут буквально... Ну, сори Ликантроп. Буквально все, кроме Ликантропа. Ну, и по тем возможностям, которые у него были, собственно, участник создал то, что мог. Кстати говоря, без переплат. Он заплатил за соломку, предположим, там где-то 30 рублей. Ну, откуда ты знаешь, да, что Тинкер не покупал никакой там бумаги себе, например, для этого костюма? Ну, да. Так-то обычно все пользуются беда. Как-то нужно уйти от этой неловкой темы, да, которую задал Ярослав. Ну, как это неловко. В общем, мы сегодня выбираем Тинкера. Сема как тема. И просим, очень просим организаторов турнира добавить в список финалистов Тронта. Ну, Тренд хорош был. Да, пожалуйста. Ну, просто, посмотрите, какая детализация у Тинкера невероятная. Тренд-то хорош, но это он просто корой. А какого дерева может быть детализация с другой стороны? Ну, это кора и кора. С другой стороны, да. Да, в этом-то и дерево, да. В этом-то и прикол. Но здесь, видишь, здесь каждая деталь как-то продумана, и все из какого-то хлама сделано. Видно же. Тренд-туба еще в лес зайти вот в этом костюме. А так он там практически в лесу. И среди деревьев походить в инвизи, ну да. Ну все, мы определили победителя. Сегодня это было суперсложно, и я надеюсь, что каждый день будут появляться новые работы. Если вы не поняли, как принять участие в этом конкурсе, но у вас просто суперкреатив сейчас родился после того, как вы посмотрели на работы, то помните, что вы делаете фотографию со своим косплеем без переплат, выкладываете в ВК эту фотографию, на фотографии должна быть наша трансляция. И ставите хэштеги, которые необходимы в этом конкурсе. Косплей без переплат, Мегафон и Рухаб. Ваши работы замечаются, отбираются модераторами и отправляются вот сюда на обсуждение. Поэтому если хотите принять участие, то сделайте эти простые действия. Фух, как-то прям сразу сложно сегодня, да? Ну не просто, по крайней мере. Я больше не приду, на самом деле. Так сложно, что все. Но сегодня еще тебе много поработать, покомментировать, поэтому посмотрим, что по итогу дня, ты скажешь, что было сложнее. Ну давайте обсудим немножко дни предыдущие, тем более, что Морталис сегодня нам может доложить по Китаю. Давай с этого, наверное, начнем. Докладывайте. Докладывайте, что у нас случилось в Китае. Китай сенсации. LGD не вышли с первого места, Vici не вышли с первого места, IG не вышли с первого места. Первые места в группах занимают SAC, Sparking Arrow Gaming. Нам сейчас табличку покажут. А, Highlight нам покажут. Sparking Arrow Gaming выходят и RNG выходят. А кто такие SAC? Вот. Кто там играет? В том-то и дело, что мало про них кто знает. А кто там играет? Хоть один известный ник есть, или какие-то новые Winx подъехали? Ну там XM играет. XM? Это классно. Ну это серьезный парень, да. Я к тому, что изначально все ставили на то, что LGD и Vici Gaming легко выиграют свои группы. Ну то есть, Vici Gaming или IG, окей. Кто-то из этих команд точно займет первое место в своей группе, они там спокойно пройдут и будут между собой опять устраивать. Потому что большинство финалов в Китае за все последние лиги играли либо LGD и Vici, либо LGD с кем-то, либо Vici с кем-то. Редко, когда какая-то другая команда в эти гранд-финалы попадала. А здесь получилось так, что ни те, ни другие вообще могут не выйти в плей-офф стадию. Например, либо IG, либо Vici точно не попадают. Опять же странно. Да, это матч именно такой. Да, это очень такой жесткий матч. И Сидек играет против LGD. А если мы посмотрим первый матч групповой стадии, Сидек 2-0 переигрывает LGD. То есть там сенсация на сенсации, фавориты проигрывают всем. Но при этом Dota шикарная на самом деле. Это, кстати, самый худший матч, который был. Потому что Vici Gaming, E-Home и Mortal просто 2 за 20 раскатали. Вот из других игр нужно хайлайты показывать. Там гораздо все круче. И там средний уровень, если честно, поинтереснее, чем в Европе. Средний уровень команд. Там 7 сильных команд получилось так. И одна просто пассажир. А такие яркие перформансы, как, например, от OG, там есть? Или это более такая классическая? Классическая. Лучшее, что я видел, это IG против Vici Gaming в первом раунде группового этапа. Эта серия завершилась счетом 2-0. IG там показали сверх какой-то интересный пик. При этом исполнение было запредельно крутое. Там просто, если посмотреть на этот драфт, там уже можно удивиться тому, что там было типа Таск в оффлейне, Клинкс четверочка. Клинкс четверка — это, в принципе, чуть ли не главный герой в Китае. У нас в Европе когда-нибудь он был вообще? Я в паблике играл. Вот. Ну, в Европе, да. В Европе, да. Это я в Европе. Ну, я бы вас, как бы, скорее на русском сервере. А там борются за этого Клинкса. Однажды его показал XenQ из Yehome, и с тех пор его начали брать все. Абсолютно все команды играют с этим Клинксом на четвертой позиции. Он постоянно выигрывает. Antimax, 100% винрейт. 3 из 3. Ну, Antimax сильнейший герой. В Европе его OG брали против... Вчера Ligma брали. ВВП одну игру брали. Сколько там винрейт у него? Процентов 80, наверное, на турнире, если не больше. Ну, в Китае ни разу не проиграл. В Европе тоже, я не помню. Ну, может, было. Ну, слушай, ну, потому что это такой герой, которого берут под ситуацию, да? И есть те определенные ситуации, где Antimax очень крутой. Вот ты говоришь, 4 игры взяли. Ну, 4 игры, собственно... Не Last Pick. Не везде Last Pick. Ну, все под ситуацию. Тебе не обязательно, чтобы это был Last Pick, чтобы ситуация уже создалась. Ну, да. Понимаешь, какое дело? То есть это же не волк образный, да, которого нигде никому не отдают. А кто отдает, ты смотришь в него и думаешь, тебе может это, беды с башкой начались или что? Да когда бы вообще его отдали. Я понимаю, так в Китае тоже волка я не вижу. А, вижу! Вон он, вон он, волк. Боже! Кстати, проиграл, тут такой замес. Я смотрю, просто что с Ликаном там сделали только что. Его слишком легко убили. Там IG практически выиграли эту игру, но будет один замес, вот буквально через парочку внизу, где Оранжи вдвоем напали в пятерых. Нам его, к сожалению, не показали. И с тех пор начался камбэк. Вот Оранжи выигрывают группу, IG, Вич и кто-то погибнет турниров. Это странно, но так и есть. Ну, боем честные, боем честные. Я вообще не слежу, что там в Китае, но IG, какие IG, Вич и Гейминг, наши мальчики, папарацци, янг. IG топ-4 первого мейджора, топ-4, по-моему, второго мейджора. Какого мейджора еще? Ну, того самого, в девятнадцатом году. И в двадцатом тоже в Дрим Лигу они далеко дошли. Подожди, Ярик, ты помнишь, что когда-то люди выходили из дома, игроки, были мейджоры, кто-то играл рядом друг с другом, на аренах. На аренах. Не-не, короче, IG это прошлый век, забейте, забудьте. Никуда они не выйдут. И тут CD-к никуда не выйдут. И в итоге все нормально будет, Вич, LGD, Оранжи. Так я тебе же сказал, как будет Европа. В итоге будет IG, САГ, СИДЕК и кто-нибудь. А, ну и Оранжи. Здесь все понятно. Никаких вопросов не вызывает это? Не вызывает. Не вызывает. Собственно, по Европе, я думаю, проходиться не будем. Я думаю, что вы все помните, что вчера, какие матчи случились у нас. Сикрет отыграли две игры, у викингов выиграли вполне себе. Я уверена, Нигме неожиданно для многих проиграли. Там счет был 2-0 в пользу команды Куроки. Ну и Virtus.pro вчера показали себя отлично. 2 по 17 против Empire. Быстро, качественно, хорошо. То есть странно, что они начали турнир вот с такого перформанса. Но сейчас вроде выровнялись, и сегодня мы ожидаем от них хорошего исполнения в матче против NIP. Это очень кратко о том, как сыграли в Европе. А сейчас давайте сыграем в небольшую игру. Ну давай. Lost тебе, судья. Название игры Lost тебе, судья. Как вы знаете, у Димы есть очень излюбленное им выражение. Мне это улыбается или мне это не улыбается. Знаете, он часто говорит. Вот мы сейчас будем показывать вам некоторые факты, а вы, пожалуйста, скажите, улыбается ли это ласту или не улыбается. Как вы думаете? Я задал эти ему вопросы вчера, после сыгранного игрового дня. Он дал честные ответы. Эти ответы у меня есть. Ваша задача их угадать. Итак, начнем. Первый факт. Это факт, естественно, о том, что происходит сейчас на турнире Beyond Epic. А почему? Перформанс ВП вообще или на определенной игре? Перформанс ВП на данном конкретном турнире. Улыбается ласту или не улыбается? Я думаю, нет. Ну, я думаю, что если он говорил про перформанс ВП. А пишется перформанс, да? Да, не перформанс. Я всегда думал, что там R еще. Это я так просто, для общего развития. Перформанс, да. Во сколько ты задавал ему этот вопрос? Во сколько? Да. Вчера в районе девяти часов он дал свой ответ. Вечера. Задавал я раньше. Вечера? Да, 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 девяти вечера. Так, то есть ВП уже сыграли против ВП. Да, ВП уже сыграли к тому моменту. Есть вопрос в этом. В принципе, улыбается, значит. Ну, пожалуй. Последнее впечатление, скорее всего, сказалось. Хорошо, давайте посмотрим, улыбается или нет. Да, улыбается это Ласту. Идем дальше. Есть. Топсон показывал Земелю в рамках этого турнира. И как вы думаете, как Ласт оценивает это? Улыбается или не улыбается? Я думаю, не улыбается. Земель от Топсона. Ну, вообще, объективно, если Ласту не улыбается, то он странный. Топсон очень хорошо играл на Роспилити. Это была классная игра. Дело же не в нем было. Дело не в тебе. Но они Бруде там проиграли. Нет, ну там такая ситуация, что Бруда пришла, скушала их. Топсон-то что-то должен был сделать. Я голосую, что улыбается. Я попробую сказать, что нет. Хорошо, принято. Давайте смотрим, как ответим. Нет, Ласту это не улыбается. Ой, ну короче, я понял. Все, дальше я никогда не ошибусь. Он не оценивает вещи, он оценивает, что у него в голове. Вот ему это не нравится. Естественно, это же субъективщина от Ласта. По сути, угадай-ка про это. Ну и все, я понял. Давайте пойдем дальше. Я в тильте. Я затильчен. Следующий факт, это врыв Эмпайр в турнир. Я думаю, Ласта улыбается. Я тоже думаю, что улыбается, потому что сегодня он на Китае говорил про Эмпайр. Сказал, что ребята молодцы, ребята там выиграли у Альянс. Все вроде неплохо делают. Опыты набираются. Я думаю, он доволен ими. Улыбается. Улыбается. Хорошо, смотрим, как отреагировал Ласт. Но действительно вас не проведешь. Врыв Эмпайр ему улыбается. Идем дальше. Еще один герой в исполнении конкретного человека. Куда от Бума? Я думаю, что улыбается. Ласта такой позитивный. Ну, если он скажет, что ему не улыбается, то я бы ему рекомендовал пойти поучиться играть тогда в доту. И тем более на бруде. Потому что Бум показывает шедевральное исполнение. Если что, мне кажется, он суперкрутой. Вот они эту бруду засолили. Мне кажется, они пару раз и удивили, что она вообще есть. Не особо ожидали некоторые оппоненты, возможно, сильную такую бруду увидеть. Эмп Бум – это чел, который похож на человека, который может бустить до 9000 рейтингов на бруде просто. И продавать аккаунты. Я согласен. Я думаю, Димон позитивным был. Я тоже так думаю. И три к одному. Ну, давайте смотрим. Конечно, он улыбается, как бруда не может не улыбаться. Слишком позитивный, если честно. Так там еще, мне кажется. Да, и еще четыре факта. Следующий – это коры. Вот такая связка. Венгап плюс луна. Улыбается. Ему прям нравится вот эта беймпи-стратегия. Когда все, как он говорит, скелется в лейте. Скелется в лейте. Он еще и сам говорит, что он этой стратегией, ну, правда, там у него была типа дровка, но неважно, это все похоже, выиграл все вообще игры. Рассказывать, как он выиграл все игры, показывал он мне даже, а потом выяснилось, что это было пять месяцев назад вообще, когда в другом патче. Ну, неважно. Но вы с ним почти хором поете о том, что ауры, хорошее решение, это работает, надо так выигрывать. Да, поэтому это вопрос очевидный. Он мог разве что затроллить нас, да, и сказать, что не улыбается, чтобы мы как бы не угадали. Ну, давайте посмотрим, что сказал Lost по этому поводу. Ну, конечно, конечно, улыбается. Будет еще хоть раз он не улыбаться? Ну, давай проверим. Три последних он не улыбается. Ну, тут можно… Дэнди на миде. Ай-ей-ей-ей-ей. А вот тут, конечно, вопрос. В каком году? Это про турнир, на котором мы сейчас с вами работаем. Beyond Epic. Практика показала, что Дэнди на миде, конкретно на миде, действительно круто играет, и сам Лост, ну, круто стоит линию, и сам Лост, это же его фраза знаменитая, мемная, с этого турнира, на которую, может, не все внимание обратили, но я запомнил, Дэнди — мидер первых пяти минут. То есть он круто стоит линию, а дальше немножко теряется частенько, ну, вместе с командой, и там уже непонятно, ну, уже как бы перформанса нет, поэтому очень большой вопрос, Дэнди на миде, это именно вот как он мид стоит, или как просто Дэнди внутри игры, но я думаю, что улыбается, Лост сказал, потому что именно на миде проблем не испытывал Дэнди на этом турнире. Мнения разошлись, давайте узнаем правильный ответ. Эх, улыбается, улыбается. Дэнди на миде. Дэнди на миде улыбается. Хорошо, следующий факт, пожалуйста, давайте попробуем угадать, улыбается ли этот факт Лосту. Мне кажется, нет, мне кажется, не улыбается. Во-первых, он проиграл несколько раз. Да. Ну, напомню, что он перформансом ВП доволен. А Миньор от Зайца не улыбается, мне кажется, ему. Так он же проигрывал в начале, поэтому нет. Я думаю, что... Лост о себе говорит как о человеке фактов, естественно. Поэтому вы думаете, что все-таки не улыбается, да? Ну, хотелось бы верить, что он где-нибудь хоть чему-нибудь не улыбается. Вот! Наконец-то. Видишь? Слишком добрый какой-то и позитивный. Нас не провести, мы знаем. Ну и хорошо, и финалочка, пожалуйста. Драфт Найпи. Не улыбаются, точно. Я пытаюсь вспомнить какой-нибудь драфт. Драфт Найпи. Ну, они отыграли практически все свои игры в группе. У них сегодня Лостецкая против Virtus.pro серия. А так они в первые дни достаточно активно играли. Проиграли 2-0 Альянсом. Они хоть раз взяли Баунти Хантера? Нет. Ну, тогда не улыбаются. Значит, вы уверены, что не улыбаются? Не улыбаются. Показан правильный ответ. А драфт ему улыбается. Значит, ему не нравится исполнение их? Возможно. Когда Лост дал свои ответы, на самом деле, я очень сильно удивился. Почему он в этой оценке, в оценке этих 8 фактов, был такой позитивный, а в аналитике он будет вот так вот с этими жестами рассказывать и критиковать? Это имидж. Это имидж. Дома он добрый. Я согласен. Это была рубрика «Лост тебе, судья». Ну что, у нас осталось немного времени, и вы можете поговорить по сегодняшнему дню вместе со мной. Я хотел вам дать другой вариант, но мне сказали, других вариантов нет. Давай другой вариант. Давайте посмотрим, какие игры нам сегодня предстоят. Прогнозик тебе дать. Обсудим их и попробуем предсказать, как пройдет сегодняшний день. Вопрос мой. Кто для вас фаворит в каждой из пар и насколько долгие будут игры? 2.0, 2.1. Тебя это больше всего интересует? Меня это больше всего интересует. Вчера Virtus.pro прям удивили этими 17-минутными играми, но очень хочется услышать ваше мнение. Ярослав, расскажи по сегодняшнему дню, каким ты его видишь. Это. Итак, рассказываю максимально подробно, чтобы, соответственно, никаких вопросов ни у кого, даже у режиссера не осталось. Итак, Secret B8. Я комментирую этот матч. Я большой фанат комментирования матчей B8. Тем более против такого матерого соперника, как Secret. B8, к сожалению, проиграют. B8, к сожалению, проиграют. 2.0, но будет борьба на одной из карт. Какой второй матч, я забыл? ВП-НАП. ВП-НАП. Тут, к сожалению, для НАП без шансов. Будет очень, очень выразительное избиение. Virtus.pro победят 2.0. Игры будут занимать от 18 до 26 минут. Третье. Ну вот смотри, тебе показывают сейчас последние очные встречи этих двух команд. 2-1 на ОГО Дота Пит. Virtus.pro выиграли, то есть не без проблем. В групповой стадии они, однако, проиграли на том же турнире. И вот VPLAY PUSHKA LEAGUE, второй раунд нижней сетки. Virtus.pro выиграли. Да это другие НАП были. Я, кстати, комментировал тот матч против НАП. Вроде. Это же другие НАП. Пушки были уже на Пушке с Аней. Те же самые были, да. И там, где они проиграли 0-2, Санейк это их вперед ногами вынес. Там было очень легко. Не, ну сейчас ситуация изменилась. Ситуация изменилась. НАП это худшая команда турнира. Я ненавижу НАП. Есть Unique еще. Ну, за звание худший. Конкретно по набранным очкам не худшая команда. Ну ладно. Момент. Это мое мнение личное. Ну а почему? И на ИП нужно цепляться там, по-моему, за 0-2. Подожди, мы же не договорили. И последний матч сегодняшнего дня, там кто играет? Это OG Secret. Самый крутой матч по жалгруповой стадии. К сожалению, я вынужден всех расстроить. Это будет очень плохой матч, где Secret выиграет очень просто 2-0. Все. Очень интересно узнать, почему я росла. Ты увидишь сегодня это вечером. Secret тебе усложнили жизнь вот этим поражением. Им теперь нужно побеждать дважды, для того, чтобы выходить в верхнюю сетку. Secret с нижней сетки точно не хотят начинать. Поэтому 2-0 или 2-0-2-0, или 2-0-2-0. Я тоже думаю, Secret выиграет почему-то. Здесь как-то без шансов. OG, потому что опять начнут страдать какой-то фигней и напикают себе непонятно чего. Вспоминаем, как они сражались. Плюс вот это, да. В предыдущих турнирах, да. Баус Баунти Хант показал целых 6 карт с участием этих двух команд. И 5-1 по итогам, включая полуфинал в верхней сетке и гранд-финал. Там все за Secret. Да, определенно. 7-1 по картам. Да, 7-1 по прошлым встречам. Это, конечно, для OG пугающий показатель. Про OG мы помним. У них все те же проблемы с Пингом и у Самаила, и у Мидуана. Поэтому им придется тяжело, но, возможно, как-то стратегически. Вот тем самым решением. Просто набираем ауры и рейт-кликом побеждаем. Ну, там уже все, все уже поняли. Уже не возьмешь так, насколько это... Вначале, когда они тут брали венгу, например, на ФП. Ну, точнее, не на ФП, а где-то там и вставили ее в Мид. И как-то вот берется венга, и все такие, ну, венга и венга. Потом берется там Луна, потом еще что-то берется. И хопа, это все вот так работает. Сейчас это уже стало мейнстримом. Ты уже так Пупея не обманешь. Он уже в курсе. Он либо забанит, либо возьмет. Сейчас венга просто в бану летит, как в Китае. Там все ее тоже пикают, и этот герой сейчас ни разу не появился. Типа того. Против 4G уже вон банят иногда венга, Луна, там, Висп, Фурион, например, что-нибудь такое. И ему не так просто уже подобрать. То есть, как бы, несмотря на то, что они такие креативные все из себя, очень много у них крутилось вокруг этих героев, крутится. Когда все они там, скажем, улетают в бан, уже какой-то крутой пик, у них не всегда выходит сообразить. Получается, ну, такое, нормальное что-то, нормальное. Но уже не такой абуз, да, не такая жесть. Поэтому я думаю, что я не хочу особо рассматривать результаты OG, пока у них Медван играет на пинге 250. Я не вижу в этом смысла. У них один из коров, это не важно, не важно кто, один из игроков играет с пингом с нереальным, он не может исполнить на половине своих героев вообще ничего. Он просто там бегает, бедный, на аббратору бежит, разгоняется, мычит, такой му-у-у-у, бум, в один конец умер. И так просто по КД. Иногда на кунке делает бедный гудлайк, вот разве что. На тех героях, которые, ну, не так сильно пингозависимы, да, действительно, он может хорошо исполнить. Но вот Nigma вчера, конкретно во второй карте, победили очень хорошо, исполняя по макро. И вчера пара комментаторов, которые работали на этом матче, Adequate Jam, если я не ошибаюсь, они прям кричали о том, что неужели Secret проиграли по макро? Вот это да. То есть, возможно, это вариант для OG. Это команда, это тэг, по крайней мере, на первом интернешнале, который они выиграли, показывали, как они круто умеют разводить, как умеют камбэкать, как могут набрать фармы и в итоге выиграть в игре. Ну, у нас не интернешнл. А-а-а. Это не интернешнл. Простите, немножко перепутал. Поэтому есть вероятность, что... Это про то, что команды в регулярном сезоне так не стараются, да? Ну, очевидно. Просто другой уровень мотивации. Ну, да, это... Есть команды, есть люди определенные, команды, люди, игроки, которые особенно заряжаются от этих суперкрутых ивентов. Есть, например... Ребята, это та вселенная, где Bait выигрывает. Ну, нет, к сожалению... Это сообщение из той вселенной. А, я понял. Вот, есть игроки, которых, наоборот, какой-то дикий мандраж, они начинают хуже только играть на этих крупных ивентах, а есть, которые начинают только лучше. Вот какой-нибудь Сеп, например, да? Вот. И поэтому, ну, что сравнивать-то? То интернешнл, а это у нас тут, ну, онлайновый как бы ивент идет в регулярном сезоне. Так что, да, могут они, конечно, могут что-то там придумать, но я слабо верю. Почти уверен, что Сикрет легко выигрывает этот матч. Некто с ником Дэнди пишет, пацаны, щиты, поднимайте. Дань, в одной игре будет серьезная борьба. В одной, во второй, скорее всего. Так что мы оттягиваем-то этот момент? Скоро и увидим. Драфты скоро первой карты окажутся на наших экранах, поэтому я передаю слово сам себе в другой студии. Субтитры создавал DimaTorzok